свежий хлеб привезли ну вот ассортимент товаров вот я вам сейчас это покажу я вот смотрю там пельмени лежат вот свежие фрукты действительно вот в принципе в принципе да но все есть то что нужно так носили так вот сейчас я с этой стороны вам покажу не наработать я пока отвлекать ее не буду я вам пока магазин покажу а потом я с ним на еще немножко на вам больше расскажет я же просто как сказать ну вот типичный сельский магазин а я вот так посмотрел в принципе ну все же есть вот на скорую руку да и вообще закупиться о смотри-ка это я не видел тебя краски есть краски я не видел тут у тебя а вот здесь даже цены есть вот обычно если что-то показываешь люди себя спрашивают а вот сколько у них стоит да вот цена смотрите-ка вот цены у них а вот пластмассовая 700 тенге я смотрю да смотри-ка женские как называется асессуары наверное называется правильно модные вещи это это я вот там посмотрел те очень интересный плакат пожарный выход короче если вдруг горит все может туда значит ну как сказать удалиться и уйти как говорится покинуть помещение но смотри ты же говоришь даем долг то есть люди приходят денег нету да и денег нет но они все равно от тебя получают товар а как так сказать без товар они не уходят это же действительно очень важная социальная составляющая что как бы там ни было а товар они тебя всегда возьмут ты можешь мне показать я не хочу читать но вот эти списки твои вот которые ты говорила как то что у тебя там на список берешь просто так и фамилии не будет видно я просто это посмотрю так подожди этого тебя вот этот листочек это тоже тоже еще там листочек есть или нет хорошо а как а как ты опять эти деньги возвращаешь ты как-то рассказывал пенсионный фонд тебе дает или как это происходит пенсионный фонд не дает а как просто когда при пенсии идешь там стоишь собираешь деньги тебе люди отдают а ты стоишь скажем у окошка грубо говоря они получают свои деньги и ты список показываешь и они тебе возвращают деньги или или не возвращают но рано или поздно ты все опять получишь свои деньги да не на но еще один вопрос вот смотри они тебе же приходит да ну у каждого свое горе свое счастье я вот тут вот несколько раз тут бывал да я так смотрю да они тебе заходят ну как свой магазин как вот как у себя дома вот они в шлепанцах сюда придут вот так вот просто просто запросто приходят ты что же с ними разговоришь о всяких их них проблемах некоторым надо просто зайти душу отвести потому что какие-то сложности может быть в семье некоторые просто так поговорить некоторые я вот замечал вот есть такие пенсионеры или пенсионерки ну целый день скажем так дома в доме вокруг дома дети может быть в городе хотят с тобой просто перекинуться словами и я так думаю что у тебя большой объем знаний в этом отношении и в том смысле что они могут с тобой немножко интересно нина я тебе желаю твоему магазину процветания спасибо чтобы твой магазин расширялся потому что я смотрю у тебя тут земли хватает ты можешь наперед на улице наверно нет назад ты можешь еще сделать супермаркет супер супермаркет короче короче дина дерзай твори и удачи твоему магазину до земляки вот так вот происходит здесь жизнь в селе в этом селе карагаш ну и по округе я так думаю в принципе тоже самое а тут что у тебя это я смотрю обувь да а ну вот такие шлёпанцы вот скажи мне что они стоят сегодня вот у тебя шлёпанцы 1400 1400 это на ойра я перевожу 1 2 где-то 3 ойра да порядка 3 ойра 1400 ну где-то 3 ойра может с копейками ну хорошо не на порвутся мои шлёпанцы приеду буду покупать или сразу купить так подождите вы мне объясните это что колбасу вам привезли да ну я понял тебе не на самой ехать не надо правильно я понял привозит но прекрасно а это смотри-ка это значит оптовая сейчас ты получаешь а цена подскочила да только у вас не только в казахстане и у нас поднимаются цены давай десятку тебе переводом